вас часто посещает чувство тревоги вы никак не можете побороть вредные привычки а может проблемы у ваших близких людей меня зовут оксана андрияшна и в этой программе врачебная тайна и мы под ними много страшных но важных вопросов для удобства предлагаю разделить их на четыре блока грамотно довести информацию мне поможет мой коллега предлагаю начать порой страх окутывает со всех сторон и кажется что чувство тревоги не покинет никогда и ты навечно застрял в этом замкнутом круге я не живу нормально я не живу в удовольствии я не могу встать с кровати я не хочу идти на работу я очень раздражен я постоянно тревожусь я переживаю я злюсь я перестал любить меня никто не понимает у меня какой-то непонятный страх если вы или ваши близкие столкнулись с подобным то не стоит заниматься поиском себя в одиночку эти на первый взгляд не опасные симптомы могут привести к печальным последствиям и пожалуй самый верный способ улучшить свое психическое состояние это обратиться за помощью к специалисту малая психиатрия это неврозы неврозы когда человек на фоне полного благополучия физического и здоровья физического он не чувствует себя нормально то есть это все депрессивные эпизоды туда маниакальные эпизоды биполярные эффективные расстройства туда обсессивно компульсивные расстройства это все из-за перегрузки нервной системы но если человек например еще год назад он активно занимался своими делами он не боялся но или боялся только по существу и тут вдруг он его преследует тревожность вот это вот фоновая которая не дает ему собраться и поэтому если вы обнаружили такие ситуации нужно идти в клинике где есть я посоветую где есть именно стационар потому что более-менее серьезная терапия рекомендуется подбирать его стационаре также специалисты крайне не рекомендуют заниматься самолечением с помощью народных методов описанных в интернете психическое состояние человека это настолько тонкая материя которую повредить самолечением легко а последствия могут быть опасными это действительно актуально в данном в данное время почему потому что во первых распространение интернет информации которая иногда не соответствует действительности во вторых это опять же приемы удержания пациента на интернет страничке когда ты даешь информацию которая ему нравится поставить правильный диагноз и разобраться в проблеме сможет только настоящий специалист и важно понимать что вышеперечисленные симптомы психозов нужно выявлять и лечить правильно если человек пришел по алкоголю к наркологу к сожалению доктор сходу начинает лечить алкоголь не разобравшись может где-то затяжная депрессия и алкоголь является симптомом может быть человек отправить психиатру который убьет симптомы депрессивного эпизода и алкоголь будет сходить на нет ведь леча алкоголь и не затрагивая депрессию мы не получаем никаких результатов и в глазах пациента мы становимся эффективными врачами когда речь идет о коммерческой медицине это же еще денежная подоплека я сходила два три раза к специалисту мне не помогли но естественно распространенное мнение шарлатан чтобы после приема врача у вас не возникало ощущение что вас обманули или не справились с вашей проблемой нужно понимать что лечение психоза у каждого пациента проходит по-своему здесь важен индивидуальный подход и грамотная работа специалиста у меня подход индивидуальный там и для человека должны быть путеводителем и тем учить тем учителем наставником который со временем не обрел и поэтому если мы только как все будем назначать таблетку мы будем как все серые масса врачей белых халатах поэтому индивидуальность наше все частная специализированная наркологическая и психиатрическая клиника доктора гасанова статус предоставляет возможность пройти курс лечения при любом невротическом расстройстве при лечении пациентов специалисты руководствуются федеральными клиническими рекомендациями и личным опытом ведения обратившихся если вас мучают бессонница паническая атака раздражительность хроническая злоба усталость дефицит внимания депрессия мания тревога социопатия страх или фобия истерия острое горе буллинг эмоциональное выгорание не пытайтесь бороться с недугом самостоятельно правильным решением будет обращение к доктору это один звонок или один прием посещения специалиста все будет нормально я желаю никому не болеть я желаю сегодня посмотреть на то что вы уже сделали вы родились вы живете вы добились многого посмотрите на то что вы создали это ваша семья это ваши родные это ваши близкие приходите отвечу на все ваши вопросы с этого момента у вас начнется другая перезапись другая перезагрузка своей системы и совершенно другое понимание себя я желаю всем не болеть никогда не обращаться к специалистам с приставкой психа но если потребовалась помощь бегом на анонимный прием к любому специалисту который более-менее отвечает качеством медицинских услуг что вас пугает больше начать что-то новое или навсегда остаться вроде как комфортной обстановке которая медленно убивает вас как части общества семьи и просто человек в здоровом теле здоровый дух сегодня очень важно чтобы ваше психическое состояние было в порядке согласно определению всемирной организации здравоохранения ментальное здоровье это состояние благополучия при котором человек может реализовать свой собственный потенциал справляться с обычными жизненными стрессами продуктивно и плодотворно работать а также вносить вклад в жизнь общества но не у всех получается пребывать в состоянии благополучия я работаю с людьми которые потеряли смысл жизни то есть это тревожности большая группа все различные тревожности это маниакальные эпизоды это депрессивные эпизоды это затяжные депрессии это конечно же подростки подростки которые только становится и они проходят становление и у них возникают те или иные симптомы которые перечислил как быть ментально здоровым есть несколько способов которые помогут улучшить ваше психическое состояние достаточно поддерживать здоровые отношения в обществе разумно использовать социальные сети заниматься спортом обеспечить себя здоровым сном проводить на природе не меньше двух часов в неделю стараться учиться новому однако не всегда эти методы могут быть действенными что разрушает ментальное здоровье человека чаще всего это неправильный образ жизни различные зависимости привыкания а также вредные привычки алкоголь табак наркотики наркологии это конечно же большая работа алкоголизм алкогольная зависимость синдром зависимости от алкоголя как эпидемия в нашей стране она конечно требует комплексного подхода здесь клиника выиграть потому что здесь мы можем проводить комплексный подход то есть человека с алкоголем разобрать по частям почему он пришел к алкоголю уход от алкоголя должен быть пожизненный но не каждый специалист может может настроить человека на пожизненный уход поэтому кодировку после кодировки человек должен испытывать неприязнь к алкоголю наркотики наркоманы люди с наркозависимостью это конечно же известные вещества можем и называть нельзя эти вещества они нужно называть да это известные сейчас синтетические вещества ускорители скорости и так далее так далее да это конечно же курение никотин и конечно же это не химические зависимости это образ жизни когда под действием под находясь под длительно под каким-то под каким-то действием патологическим человеку начинает нравится там быть это игровая зависимость это религиозный фанатизм это сектанство это конечно же интернет зависимость конечно это гаджета зависимости за 17 лет работы клиника доктора гасанова зарекомендовала себя как авторитетный надежный помощник в решении проблем со здоровьем основное направление деятельности учреждения это психиатрия наркология психотерапия и сексология лечебные программы станут помощником в реабилитации в комфортных условиях стационара важно отметить что обратиться за помощью в клинику можно и всей семьей к нам ходят люди потому что семейная семейная психотерапия семейная психология она уникальна по своему потому что именно и она для доктора полезно и полезно для самих пациентов потому что когда мы работаем семьей мы рассматриваем семью как один организм когда приходят люди по отдельности мы их лечим по отдельности именно семья как организм Семья как микросоциум, семья как единый источник жалоб, здесь сложно, но здесь очень интересно. Конечно, мы работаем. И есть понятие семейная раздражительность, известные шутки есть на этот счет. Есть понятие семейная депрессия, семейный депрессивный эпизод, есть понятие семейная агрессия. Частная специализированная наркологическая и психиатрическая клиника доктора Гасанова «Статус» существует на рынке медицинских услуг Забайкалья с 2007 года. У пациентов есть вариант как амбулаторного, так и стационарного лечения, возможность вызовать частной скорой помощи по профилю «Наркология и психиатрия» и «Анонимная реабилитация». Комфортная современная клиника за городом – это оазис среди шумного и загруженного города. Помимо медицинских услуг, вас ждут и различные расслабляющие СПА-процедуры, массаж, поход в русскую баню, а также по-домашнему уютные номера и полезное, правильно подобранное питание, что тоже является частью реабилитации пациента. Есть места, где ответят на ваши вопросы. Вы соберитесь, придите ко мне или хотя бы позвоните. Я всё расскажу, всё объясню, составлю дорожную карту, где вы можете быть спокойны, и вы можете не употреблять психоактивные вещества. Клиника доктора Гасанова «Статус» – это профессиональная помощь в лечении более 200 видов психиатрических, наркологических, психотерапевтических и сексологических расстройств. Это профессиональный центр кодирования от любых форм зависимости. Это круглосуточный стационар и амбулаторный приём. Победи свой страх вместе с профессионалами и начни жить по-новому уже сегодня. Закрыться от всех – не выход. Тогда ваши страхи съедят вас полностью. Чем больше обвиняете себя и отстраняетесь от людей, готовых вам помочь, тем глубже уходите в бездну. Зависимость. Одно слово и как много оно значит. Самое страшное, что это может быть непреодолимая тяга к алкоголю, наркотикам, азартным играм. И перед тем, как говорить о том, как с этим бороться, нужно сначала понять причины появления вышеперечисленных зависимостей. Поможет нам в этом человек, который уже на протяжении 17 лет помогает зависимым людям победить недуг. Мы отодвигаем в сторону вот эту штору контроля своего. И на первый план, и на главную сцену выходит всё то, что человек получил в процессе жизни. Если мы увидим человека злобного, человека, нарушающего законы, человека, склонного к насилию, к изнасилованию, как говорят, насильственным действиям сексуального характера, это либо человек подвергался этим действиям, и это сидит в нём внутри, либо человек это видел, либо человеку записал кто-то такую программу, что он должен так себя вести. Только контроль над этим будет вести сознание. А то, что там остаётся за шермой, то выходит тогда, когда мы отодвигаем сознание. Это три состояния. Это наркотическое опьянение, это алкогольное опьянение, это сон и это кома. После выпитой рюмки спиртного, после выкуренной сигареты, после приёма запрещённых веществ, человек чаще всего не может сам отказаться от зависимости и адекватно ответить на вопрос, зачем ты пьёшь, куришь или употребляешь наркотики. И самое страшное, что ты уже не в силах контролировать тягу к употреблению и самостоятельно избавиться от таких вредных и пагубных привычек даже по просьбе своих родных и близких людей. С точки зрения поведенческих реакций, каждый человек из любого действия своего изыскивает выгоду. И вот этот образ жизни, вот этот вот фантазийный, нереальный и красочный мир, который он себе придумал в состоянии одурманивания, есть для него какая-то выгода в этом. И тогда он будет, естественно, в состоянии опьянения, он будет себя чувствовать, как рыба в воде. И в туризмом состоянии будет очень плохо. Поэтому вновь и вновь возвращается к этому одурманиванию. Распространённой проблемой также является и интернет-зависимость. И этому чаще всего подвержены подростки, которые из-за непонимания родными идут искать себе кумира в социальные сети. Плюс ко всему, интернет – это ещё и огромная площадка для распространения запрещённых наркотических веществ. В интернете есть много того, чего мы не можем отнести к здоровью. И запретный плод всегда для молодёжи, он был более сладок. И тянулись они именно к нему. И в интернете можно купить сегодня и получить сегодня практически бесплатно то, что в реальной жизни ты не получишь. Плюс там распространяются вещества, которые будоражат мозг. Упоминая про алкогольную и наркотическую зависимости, не стоит забывать и про тягу к курению табака. Так получилось, что курящий человек считается здоровым, и только в крайнем случае общество начинает осуждать за курение в неположенных местах. А если смотреть на эту пагубную привычку с медицинской точки зрения, то это тоже зависимость, которая может быть сильнее и страшнее вышеперечисленных. Это зависимость неосуждаемая. Человек, который стоит с сигареткой где-то за углом, это не то же самое, что человек стоит со шприцом за углом, хотя зависимость одинаковая. Почему зависимость от курения более страшная и более опасная? Потому что человек употребляет дозу несколько раз за день. Он подсаживает себя гораздо мощнее на этот наркотик. И поэтому, когда люди приходят ко мне на лечение от курения, с ними очень сложно. И доктора в Чите и вообще в России стараются не связываться с табаком, потому что это очень-очень сложно. А теперь о том, что делать, если вы или ваши близкие не могут самостоятельно избавиться от зависимости. Медицинская клиника «Статус» доктора Гасанова уже зарекомендовала себя как авторитетный и надежный помощник в решении проблем со здоровьем. Отделение наркологии предоставляет все виды услуг от вывода из запоя до кодирования. Благодаря огромному опыту в практической работе и индивидуальному подходу к каждому пациенту, специалисты помогут справиться с самой сложной наркологической патологией. И самое главное, все это делается анонимно. Чтобы избавить себя от зависимости, достаточно сделать всего один звонок. Номера телефонов вы видите на экранах. Подними свой личностный статус в социуме и будь по-настоящему свободным человеком. Кем вы хотите быть для своих близких, а для себя самого? Каждый может выбрать верный путь. Но самое страшное, что можно просто не успеть на него встать. С таким уровнем стресса, который человек получает сегодня, еще в 50-х годах прошлого столетия люди нередко попадали в психбольницы. Сейчас человек адаптировался жить в бешеном ритме жизни, но далеко не каждый способен вынести такую нагрузку на психику. И не всегда можно решить проблему только таблетками. Его преследует тревожность вот эта вот фоновая, которая не дает ему собраться. Или у него резко закружилась голова, затряслись руки, ком появился в горле. Он жалуется на перебой в работе сердца. То есть это, мы называем это психосоматика. Их не любят скорые, потому что они изводят скорую помощь, они тратят ОМСовские деньги. Они их вызывают по пять раз, этих скорых. Если вы вдруг поняли, что стали чувствовать себя не так, как обычно, или замечаете это за своими родными и близкими, то незамедлительно стоит обратиться к доктору за помощью. Благо, есть те, кто уже давно зарекомендовал себя как профессионал в восстановлении ментального здоровья. Я работаю с людьми, которые потеряли смысл жизни. Базовая работа моя – это человек потерял себя. Человек не понимает, как мы жить. На фоне этого он испытывает психиатрическую патологию. Он, вернее, подвержен психиатрической патологии, расстройствам психики. То есть это тревожности. Большая группа, все различные тревожности. Это маниакальные эпизоды, это депрессивные эпизоды, это затяжные депрессии. Частная специализированная наркологическая и психиатрическая клиника доктора Гасанова «Статус» – это возможность пройти курс лечения при невротическом расстройстве, а также избавиться от различных зависимостей. В клинике доктора Гасанова существует три отделения – наркология, психиатрия и скорая помощь. Часто человек не может сам добраться на прием к врачу или до стационара. Создатель проекта «Статус» позаботился и об этом. Специально для таких пациентов по всему региону существует вызов специализированной кареты скорой помощи, на борту которой находится медицинская бригада, врач, фельдшер, медсестра, а также все необходимое оборудование. Специалисты также посещают районы Забайкалья для проведения различных лекций о вреде наркотиков и алкоголя. Помимо этого, в клинике «Статус» очень хорошо развитая телемедицина, которая повышает не только доступность, но и качество медицинских услуг. Это дистанционные консультации и врачебная помощь с использованием современных ВКС-решений, а также телекоммуникационных технологий. Так что доктор в любое время может связаться со своим пациентом для решения различных проблем и вопросов. Клиника доктора Гасанова «Статус» – это профессиональная помощь в лечении различных видов психиатрических, наркологических, психотерапевтических и сексологических расстройств. Это профессиональный центр кодирования от различных форм зависимости. Это круглосуточный стационар и амбулаторный прием с выездом специализированной скорой помощи на дом. Берегите свое ментальное здоровье, а поможет вам в этом статус. Сейчас работая очень долго над собой, работая на благо общества, работая на благо нашего социума, вы забываете, что дома есть вы, есть те, которым вы дороги, без мешуры денежной, без мешуры агрессии, без мешуры изменения на старение. С этого момента у вас начнется другая перезапись, другая перезагрузка своей системы и совершенно другое понимание себя. Я желаю всем не болеть, никогда не обращаться к специалистам с приставкой «психа», но если потребовалась помощь, бегом на анонимный прием к любому специалисту, который более-менее отвечает качествам медицинских услуг. Ваша жизнь в ваших руках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова